Субботний выпуск новостей Татарстана на ТНВ, студия Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чём пойдёт речь. От культуры, образования и до предприятий. Это, конечно, в субботе самый нагрузительный форум. О проектах и вопросах, которые волнуют трудящуюся молодёжь. Альбина Минебаева. Дизайн хайл в Татарстане или юбилей на льду? Здорово, что ребята сегодня оторвались от компьютеров и пришли на стадион. Это самое главное. Что в Кухмарском районе сделано для хоккея за последние 50 лет, узнал Сергей Хайдаров. Погони за новым смартфоном. Этот проект – это очередная возможность сказать о любви своей родины. Как фотография может подарить ценный подарок? Расскажет Алина Бережнаев. С Кубкой России на встречу с казанцами. Почётное достижение для меня, для команды. Какие секреты весенней езды сегодня раскрыли татарстанские гонщики? Елена Зинатулина. Молодые люди со всей республики поднялись на Свияжские холмы, чтобы обсудить будущее Татарстана. Под Казани в эти дни проходит конгресс трудящейся молодёжи «Будущее Татарстана строим вместе». Активисты обсуждают самые разные вопросы. От политики до обслуживания в медицине или ЖКХ. Здесь же выбирают лучшие молодёжные проекты. Чем запомнится этот конгресс, предположила Альбина Минебаева. Какие меры принимались или какие должны приниматься коррупционным чиновникам? По какому принципу решать, что данный человек будет действовать? Пускай это будет флот Манделу. На конгрессе от таких вопросов не убежать и не скрыться. Трудовая молодёжь не просто слушает, но активно участвует в дискуссии. Конгресс собрал 350 самых активных со всей республики. Они обмениваются своим опытом, коммуницируют, обмениваются контактами. Таким образом, весь положительный опыт, который у них есть, они адаптируют на все районы республики. Конгресс организовал Республиканский центр студенческих трудовых отрядов и союз молодёжи и предприятия. На вопрос отвечают общественники, представители министерств. И это далеко не все спикеры. Самому узнать, во-первых, насколько знает молодёжь наши проблемы. Они же в других сферах работают. И донести до них про наши проблемы, про нашу жизнь. Чем мы живём лесоводой. Это схематичное изображение основных проблем проекта. Пока одни спорят и спрашивают, другие готовятся к защите проектов. Ольга Бондарь с идеей о новых учебниках химии вышла в финал. По словам молодого учителя, этот конгресс удивляет всем. От локации до спикеров. Все спикеры очень интересные и очень точечно подобраны. На каждое направление, на каждую сферу деятельности отдельно. Поэтому большое количество вопросов от всех участников форума, от всех участников конгресса. И, конечно же, организация. Это замечательное, потрясающее место. Я никогда здесь раньше не была. О проблемах сегодня говорят в Сияжских холмах с видом на горнолыжный комплекс. Учителя, работники сферы культуры, крупных предприятий и трудовых отрядов. Участникам команды Андрея Кубышкина, не до 30, приехали из Нижнекамска. Познакомиться друг с другом, обменяться опытом, найти что-то новое, найти какие-то пути решений, каких-то злободневных проблем, построить для себя какие-то новые задачи. Ну и, конечно же, послушать опыт тех спикеров, которых пригласили. Данный Крыс для меня дает видение проблемы именно с глазами молодежи. Те вопросы, которых интересуют, те темы, которых интересуют. Все это здесь можно услышать от первоисточника. Конгресс молодежи продлится до завтрашнего дня, а перед закрытием определят лучшие проекты по семи направлениям. Альбина Минебаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Когда вставку делают на молодежь, сегодня исполнилось ровно 50 лет после первого хоккейного матча в Кукморском районе. Тогда и не мечтали о ледовых аренах, о катках. А сейчас в районе есть дворец спорта. А в 20 селах появились площадки для хоккея и фигурного катания. Есть свои спортивные команды. Круглую дату тоже решили отметить состязанием. Как Кукмор стал столицей татарстанского хоккея, увидел Сергей Хайдаров. Словый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Таких сражений этот лед еще не видел. Борьбу за юбилейный кубок открыли хоккеисты из Апастовой и ветераны Кукморского района. Противостояние молодости и опыта победило второе. Причем 5-1. И это учитывая, что в составе ветеранов многим за 60. Хочу сказать, что в команде никто не курит. Курящих нет. Вицы, которые хоккей играют. Поэтому для молодежи это воспитание, здоровое образование. Скорости уже совсем другие. Конечно, нам уже в моем выборсе не усохновено. Но никакой опыт помогает, конечно. Но основное шоу началось, когда на льду появились они. Самые юные хоккеисты из Кукмора. Свой матч с ветеранами они проводят не в зачет. Но это не мешало последним играть по-настоящему. Пусть даже в шутку. Однако уже через несколько секунд эта маленькая белая машина ответила голым. Как раз эти малыши не так давно прогремели на весь район. Они успешно выступили в Сочи. И это только первые успехи. Мы видим прекрасную площадку, построенную по программе «Единая Россия». Создано более 10 команд. И также в 20 сельских поселениях у нас сегодня хоккейные коробки. За игрой вживую наблюдает Сергей Макаров. Сегодня он легенда НХЛ и двукратный чемпион Олимпиады. Но когда-то начинал примерно так же. Я сам вырос в городе, где не столица, где любили спорт. Поэтому я уверен, что из вашего города наверняка будут играть и в Агварсе, и в них те химики. Поэтому я уверен, что это будет. Потому что все условия созданы. Удары поворотов, финты и силовые приемы. Если взглянуть на лед, то очень сложно поверить, что здесь находятся любители. И в Кукмаре к такому хоккейу интерес просто колоссальный. Чтобы убедиться в этом, нужно всего лишь взглянуть на трибуны. Как видите, там аншлаг. Постоянно соревнования, турниры постоянно. Я в игры не пропускаю. Приятно смотреть, как у нас молодежь играет. Много групп сейчас создали здесь. Для района это очень приятно. Республиканские программы в действии. Ледовые дворцы, катки и бассейны. Сейчас район из Атарстана со спортом на короткой ноге. Дело за малым вырастить чемпионскую смену. Сергей Хайдаров, Андерс Энтальцев, ТНВ, Кукмарский район. Самый популярный подарок в эти дни это букет цветов. Нижнекамские тюльпаны, розы и петуни начали готовить за долго до 8 марта. В теплицах города порядка 4 тысяч саженцев. Как и в чьих руках рождается главный атрибут праздника, узнал Салабат Мухаммадулин. Тюльпаны, крокусы, петунии. Своего часа, чтобы порадовать прекрасную половину человечества, они ждут с осени. В теплице 20 тысяч цветов. Каждый пятый из них сегодня на прилавке или возможно уже у кого-то в вазе. За цветами дамам ухаживают, как и положено, заботливые руки женщин. Девочки, которые занимаются здесь, они просто любят свою работу. Любят заниматься с этими зелеными растениями. Они трясутся над ними, ухаживают. Но это любой, наверное, кто дома занимается этим, они тоже переживают. Так и мы, женщины, наверное. Над нами тоже надо трястись, любить нас, ходить и лить. Бутоны этих тюльпанов пока не раскрыты, но всего пару дней. И цветок покажет себя во всей красе. Как сделать так, чтобы букет простоял дольше? Флористы раскрывают свои секреты. Удобляем через 10 дней, поливаем 2 раза, 3 раза в день. Площащие надо в воду менять, немножко, наверное, сахара еще надо будет добавлять в воду. В соседней теплице выращивают полторы тысячи розовых кустов. Каждый год их укладывают спать, накрывают и не трогают до весны. Они водолюбивые растения, но чтобы не появилась мученистая роса, поэтому мы их поливаем неделю один раз. Тюльпаны и другие луковичные цветы здесь готовят специально к первому празднику весны. Ведь без них представить себе международный женский день уже, кажется, невозможно. Слова Двухмадулин, Светлана Звонарева, Светлана Шумкова, Рафаэль Рыгипов, ТНВ, Нижнекамск. Самые теплые слова поздравлений женщинам от гонщиков Татарстана. Сегодня они не только желали прекрасным дамам счастья, но и отвечали на вопросы казанцев. Команда Эйджи Тим накануне завоевала Кубок России по трековым гонкам и отметить победу решили вместе с поклонниками. Самое живое общение, автограф, сессия и розыгрыш призов. Как правильно ездить по весенней дороге теперь знает Элина Зинатулина. Буквально вчера на ледяном треке, а сегодня уже делятся впечатлениями. Татарстанская команда накануне оказалась в топе Кубка России по трековым гонкам, что проходил в Ижевске. Кубок в копилку Эйджи Тим принес гонщик Анвар Тутаев. Но времени праздновать не так много, впереди уже новый сезон. Буквально через 2-3 недели мы уже поедем в Грозный и будем тестировать наши летние машины, на которых мы будем выступать уже в летнем сезоне. Поэтому весь год на самом деле расписан буквально по минутам. И все же не поделиться эмоциями с казанцами чемпионы не могли, а заодно и рассказали все о своем увлечении. Их завалили вопросами, отвечали, кстати, на любые. С какого возраста можно заняться гонками, сколько стоит экипировка и даже куда в машине заливается стеклоомыватель. Беру бутылочку, бутылочку полюбаю, я буду сразу делать, я не знаю, как это было. Раскрыли и секреты езды в межсезонье. Заслуженный мастер спорта Тимур Тимирзянов, трехкратный чемпион Европы, который в феврале стал еще и чемпионом России этого года по трековым гонкам, уверяет, это не только правильный выбор шин. Нужно принимать побольше витаминок, потому что бывает авитаминоз, и люди бывают в эйфории в этот период времени, и совершают какие-то необдуманные поступки, поэтому нужно стараться следить за дорогой, стараться быть более сконцентрированным, внимательным. От гонщиков и поздравления женщинам с 8 марта. В их команде, кстати, тоже есть дама, самая быстрая девушка республики. Мне кажется, они относятся ко мне как к обыдновенному пилоту, у нас нет такого разделения на девочка и мальчик, все одинаковые. Ценные призы за ответы на автомобильные вопросы, мастер-класс по картингу, техника, сувениры с символикой команды. Сегодня здесь не только их фанаты, но, возможно, и будущие коллеги. Мне 12 лет, я гоняю около 5 лет. Ребенок как бы увлекается, вот, я тоже интересуюсь. Мне сегодня подарили музыкальный центр. «Будь пилотом» призывает вот такой фотобаннер на сцене, и не только он. Наши гонщики сегодня тоже поделились, что прийти в автоспорт никогда не поздно. Достаточно записаться на занятия, к примеру, в Малую Академию картинга. Лина Зинатольевна, Амерзалюшев, ТНВ, Казань. Сенсационное обновление и расширение благоустройства. Наталья Фишман анонсировала реконструкцию ряда знаковых для Казани и Татарстана мест и выразила готовность заняться и социальными объектами. Что конкретно собирается делать, какая работа стоит за упоминанием Казани в президентском послании, в эксклюзивном интервью узнал Дмитрий Аринин. Здрасте. Давно не виделись? Да уж. Давайте сразу самое актуальное, самое важное. Давайте. Президент в своем послании по три раза отметил Казань, один раз в деле благоустройства городской среды. Вот для вас насколько это было ожидаемо и приятно? Я думаю, что приятно это должно было быть для всех жителей Казани и республики Татарстан, потому что когда президент говорит Казань, он, конечно же, имеет в виду Татарстан. А с точки зрения ожидаемости, ну, по крайней мере, я думаю, что это заслужено, хотя бы по той причине, что благодаря, ну, в общем, прозорливости Рустама Нургалевича мы начали заниматься этим три года назад, четыре уже. И по большому счету написали, помогли написать нашим коллегам федеральную программу. Она очень во многом, в общем-то, следует тем принципам, которые были заложены в Татарстане. Поэтому, конечно, это как-то, наверное, логично. И, зная, вы собираетесь пересмотреть благоустройство социальных объектов. Вот что конкретно собираетесь сделать? Очень много есть разных вопросов относительно того, как должны развиваться наши объекты, как сделать их современными, чтобы они были новыми, и человек чувствовал, что они новые, что они сделаны для него. Вот, например, библиотека, да, она же переходит там к открытому хранению, когда человек может подойти и взять книгу. Она переходит, в общем, в такой митинг-плейс, да, в пространство встречи, в городскую гостиную. Это значит, что ее интерьер, это не вопрос даже того, как стены покрашены, это вопрос того, а что там внутри-то происходит, как зонировано пространство, какие события. И мы хотим предложить концепцию развития территории онкодиспансера, онкоцентра, для того, чтобы людям и хотелось выздороветь, и чтобы людям было где встретиться, чтобы им было где погулять, чтобы были положительные эмоции, чтобы их было побольше. Это, в принципе, касается любой больницы, любой детской больницы, да, детки все равно должны играть. Это касается очень во многом еще и детских садов и школ, опять же, потому что это то пространство, в котором мы в случае со школой по 10 лет жизни проводим. Что еще в планах, знаю, вы обсуждения проводите постоянно? В ближайшее время будем обсуждать парки, которые мы сделаем в этом году. Я думаю, что одно из самых таких сенсационных событий – это бульвар по улице Абсалямова, потому что в этой части города не так много благоустроенных территорий, у нас есть парк Победы, и, в общем, больше ничего особо нет. Мы поговорим про парк, бывший кинотеатр «Комсомолец». В набережных Челнах мы поговорим про реконструкцию Колизея и организацию там Татарского театра, а вокруг этой территории мы сделаем прекрасный еще один городской парк, а еще мы в Челнах достроим в этом году площадь Азатлык, что вообще такое главное, торжественное, ключевое пространство города. Наталья Львовна, спасибо за интересную беседу. Прошедшим праздником вас. Спасибо. Оставайтесь такой прекрасной, активной, креативной. Всегда. Спасибо. Ну и всего самого хорошего. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Сходить на выборы и выиграть гаджет. Блогеры Татарстана открыли новые арт-объекты в популярных местоходах оказанцев. Необычные баннеры с фотографиями достопримечательностей и символами Татарстана специально подготовлены к предстоящим выборам. Отдать голос, сделать фото на фоне плаката и забрать ценный приз. Такие условия марафона Айда на выборы. На фоне арт-объектов сделала фото и Алина Бережная. Вот это кто? Суанасы, башня Сюембике, Кулушариев, десятки лесопримечательностей и все на одном плакате. Необычные арт-объекты теперь украшают Кремлевскую набережную, Горкинско-Метевский лес и парк имени Горького. Еще одна возможность отдать дань любви нашему городу, чтобы у людей была возможность не просто погулять там, да, в парках или на набережной, а вот сделать прикольные снимки, потому что у нас же фото-марафон, а это снимки, это классные прикольные фото. Внимание, снимаем. Сегодня фотография на арт-объекте некая разминка перед масштабным фото-марафоном. А уже в следующее воскресенье такие же стенды появятся на всех избирательных участках. И тогда фотографии на их фоне придут к заветным супер-призам. Прийти на выборы, найти на участке яркий стенд, сделать фото на его фоне, разместить снимок в соцсетях с хэштегом Айда на выборы. Пару манипуляций и избиратель участник марафона. Поддерживают такую фотогонку интернет-блогеры. В свой профиль я выкладываю красивые фотографии Казани, и этот проект – это очередная возможность сказать о любви к своей родине. Например, я мама в городе, и моя категория – это мамочки в декрете. Чтобы они об этом узнали, чтобы они тоже пришли на это мероприятие. От лучшего семейного снимка до оригинального селфи всего 14 номинаций лучшие фотографии попадают на сайт конкурса. И уже победители выбирают народным голосованием. Их ждут гаджеты, телевизоры, велосипеды и скутеры. Алина Бережная, Рамзель Гаримов, ТНВ, Казань. Каждая деталь, как живая кукла Аллы Сурковой и Осии Глебовой во всей красе представили в храме всех религий. Автор проекта, известный татарстанский художник Ильдар Ханов, как раз и создавал свой проект как общественное пространство для всех художников. Первыми заехали кукольники, кто на очереди после застывших принцесс Альбина Минибаева побывала на выставке. Здесь два момента – и покорность, и надменность. Прямо все, что свойственно нашим татарским красивым женщинам. Эту татарскую красавицу не отличить от живой девушки. Руки, лицо – все детали неповторимы. Наряд тоже не купить в обычном масс-маркете. Каждая кукла Аллы Сурковой со своим взглядом и манерой сделана не просто вручную, а с душой. Наверное, кинестетик. И у меня чувства на кончиках пальцев. И когда беру в руки глину, я забываю все свои проблемы, все свои печали. Картошку на плите. Они все очень харизматичные. Какой-то свой образ у каждой. Образ скрипача, якутской красавицы и актрисы – часть персонажей Аллы Сурковой уже в частной коллекции. Десятки разных кукол выставили в храме всех религий. Как и задумывал архитектор Ильдарханов, храм стал открытым для всех художников. Это брат так проектировал. Хотел, чтобы здесь это было общественное пространство, чтобы люди могли встречаться, объединяться. Это дружба, творческая дружба, дружба художников. Если удастся, мы здесь развернем очень серьезный академический пленэр. Вот, приедут сюда художники. А пока в соседнем зале во всей красе и богатстве уже куклы Осии Гребовой. Каждая в татарских национальных традициях. Обязательно должны были быть вот такие узоры. Вышивка бисером. Обязательно должна была присутствовать волны. Они здесь есть. Каждая кукла – это уже искусство. Собирается такая девушка по несколько недель, а одежда может отшиваться и того дольше. Порча, атлас и, конечно же, бархат. Детали одной куклы могут быть собраны из разных городов и даже стран. Вот, например, образ Екатерины. Русские, но вот бусы на ней индийские. В сборе они получаются то, что рождается уникальность в том, что они из разных мест. Нарядные, красивые и много деталей. Куклы в храме в стихрелигии простоят три месяца, а дальше уступят место уже другим художникам. Альбина Минебаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Очаровательны даже в спорте. Сегодня в поселке Юдин около 30 представительниц прекрасного пола встали на лыжи в юбках. Такой необычный марафон проходит впервые. Он приурочен к Международному женскому дню и столетию поселка Юдина. Бежали женщины на короткую дистанцию, всего 400 метров. Победительницам и призерам гонки – денежные призы. Отметили судьи и самый оригинальный костюм. А уже завтра на снежную трассу выйдут профессионалы и любители лыжного спорта. В 51-м Казанском лыжном марафоне ожидается участие 600 сильнейших спортсменов России, Казахстана, Франции, Чехии и других стран. Новый год, готовимся. Чуть расстроились, что дистанции плохо прошли, а так нормально. Очень довольна, что устраивают в нашем городе такие мероприятия, тем более для женщин. Самые интересные и популярные за неделю в нашей традиционной рубрике в Сити. Всем привет! Чувствуете, уже прям весной пахнет. Вот эта вот грязь из подрастающего снега, вот эта вот слякоть, прям, ну, душа радуется. Но самое главное событие весны, это, конечно же, 8 марта. Этот день также называют международным день очередей в магазинах косметики. Или день, когда все цветочные магазины делают годовую выручку. Как говорится, вложись цветы, и все будет как вот у этого парня. Тюльпан в этот день был как биткоин зимой. Ну, цена взлетела, выше некуда. Все девушки в этот день делились на два типа. Те, кому подарили цветы, и они выкладывают их в сеть. И те, кому не подарили, и они с грустным лицом наблюдают все это. Поздравлений было в этот день очень много. Ну, в отличие от 23 февраля. Угу. И пожарники поздравили, и сотрудники ТПС. А в Таляти вообще спецназовцы. Но казанские сотрудники ТПС, как всегда, отличились. Останавливали девушек, и каждые выписывали штраф. Ну, вообще капец. А, я новость не полностью прочитал. Выписывали штраф в виде букета с тюльпанами. Вот такие милые сотрудники. Кто-то пугался, кто-то смущался, а кто-то сразу целоваться лез. Ну, что сказать, девушки. Также в этот день было очень много видео поздравлений. И по количеству репостов, лайков, просмотров, ну, и просто ролик, который мне понравился. Это вот этот. Мама, я всю жизнь доставлял себе много хлопот. Не ложился спать вовремя, не ел кашу. Теперь я все понял. Ты заботилась обо мне. Причем первым его выложил наш главный пользователь Рустам Миниханов. Более подробнее об этом в нашей традиционной рубрике в сети с президентом. Здесь обо всем по порядку. Президент сначала поздравил наших олимпийцев. Затем уже поздравил всех дам с женским днем. Пожелав семейного счастья и самое главное здоровья. Затем съездил с рабочим визитом в Елабугу. По пути и в Заянск. Вот такая веселая неделя у президента. Ух, красота-то какая. Лепота. Итак, продолжим говорить о девушках. Мы составили небольшой рейтинг запросов со словами девушка и женщина, заданных пользователями в поисковой системе Яндекс. Итак, поехали. Первая женщина-космонавт. Ну, друзья, отвечаю, это Валентина Терешкова. Книги и фильмы, которые должны прочитать или посмотреть каждая девушка. Ну, здесь, ребята, список, наверное, большой. Даже я бы сказал, очень. Но главное, чтобы прочитала инструкцию по эксплуатации техники. Особенно автомобиля. И один из топовых запросов, что сказать девушке, чтобы она растаяла. Парни, ну, здесь уже ученые много лет ломают голову, чтобы понять, ну, что делать-то. Но пока все безуспешно. Поэтому, думаю, вряд ли Яндекс ответит нам на этот вопрос. Хотя, может, Алиса знает? Алиса, как понравится девушке? С улыбкой на лице. С улыбкой на лице. Так, видео, которое каждый мужчина захочет показать своей женщине. Ну, и наоборот. Короче, смотрите. Ты что хочешь сделать-то? Да. Зачем? Масло, что ли, хочешь залить? Не замерзайку хочу залить. Куда? В моторный отсек? Это же не моторный отсек. Какая разница, куда заливать? Ну да, разницы-то нету. Заливается туда. Туда заливается. Наверное, сейчас у всех мужчин такая же реакция. Это я, кстати, именно к этому и говорил, что нужно читать инструкцию по эксплуатации. Все же помнят этот старый добрый мультик «Трое из Простоквашина». Так вот, многие уже, наверное, слышали, что пересняли его в современной версии. И в интернет уже слили отрывок. Давайте посмотрим. Ничего не хны. У меня, может, самого компьютер не работает. На тебе же нет. А вы, глядите, вам все подписчики разберутся. Оба твоих подписчика за этим столом сидят. Хипстерам вар. С оригиналом, конечно же, не сравнится, но переделали на современный лад. Хипстеры, фотки, лайки и так далее. Посмотрим, что из этого выйдет. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте, как я и говорил, на прошлой неделе 8 марта. А точнее, поздравления с 8 марта. Картинки, что ли, искали? Непонятно. На втором месте КХЛ. Уже начались матчи плей-офф. Верим в Акбарс. И на третьем месте премия «Оскар». Так что результаты уже можно увидеть в сети. На этом сегодня все. Выкладывайте фотографии, смешные видео, интересные новости. И они обязательно будут в сети. Пока! Ну и в завершении выпуска информации о погоде на воскресенье. У меня же к этому часу все. Всего вам доброго. Своё будущее я выбрал в 7 лет, когда начал заниматься футболом. Но будущее из своей страны мы формируем, участвуя в выборах. Поэтому для меня это важное мероприятие. Март. Месяц доступных японских внедорожников в Ниссан Канавто. Успейте купить Ниссан Экстрейл от 1 миллиона 294 тысяч рублей. И эксклюзивно премиальный Ниссан Мурана от 2 миллионов 60 тысяч рублей. Регистрация ГИБДД в подарок. Ждём вас. Ниссан Канавто. Оренбургский тракт 209. События года. Первый всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады Дусла Купере. Пеца, Ульяновск, Самара, Оренбург, Стерли-Томат, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Казань. Фестиваль Дусла Купере. Звёзды татаро-башкирской эстрады. В Канавто каждый новый клиент сервиса получает сертификат на 10 тысяч рублей. До 31 марта приезжай, получай сертификат и оплачиваем сервисное обслуживание своего авто. Подробнее по телефону 230-30-30. Сенсация! Пишите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка. Нажигательный цирковой программой Виеста. С добавкой здравурни Сушка, Куры несутся зимой, как летом. Сохранять ноги в прекрасной форме мне помогает тонизирующий гель для ног «Лошадиная сила». Канавто на Мусино в марте увеличивает выгоды на автомобили «Лада». Успейте воспользоваться программой и приобрести автомобиль «Лада» с выгодой до 129 590 рублей. Канавто. Мусино 37. 230-30-30. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. 16 марта открытие Казанского цирка с цирковой программой Виеста. Весна. Счастье рядом. Пройдите полный курс счастливой жизни вместе с журналом Телесемь. Откройте свои счастливые страницы. Весь март с вами лучшие психологи, фитнес-тренеры и стилисты. Телесемь. Свежий номер в продаже. Каждую среду. События года. Первый фестиваль татаро-башкирской эстрады Дусла Купере. В регионах России. Торжественный ЗУР-концерт. 7 апреля. Москва. Государственный Кремлевский дворец. Главные звезды татаро-башкирской эстрады на главной сцене страны. Здравствуйте. Поговорим о погоде после полезной информации. Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ компании Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер. Город Казань. Улица Востаня 23. Телефон 2. 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана будет солнечно, без осадков и до 12 градусов ниже нуля. На северо-востоке Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге. Ясно. Также минус 12. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске синоптики обещают 11 градусов мороза и солнечную погоду. Жители северо-западной республики ожидают ясная погода, без осадков и 11 градусов ниже нуля. На юго-востоке, в Болгаре, Буинске, Држаном минус 12 и также осадки не ожидаются. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет солнечно. Столбик термометров покажут минус 11. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Самое время гулять почаще на свежем воздухе. Завтра в Казани будет солнечно. Температура воздуха минус 10, минус 12. Ветер восточный слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лыла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова